И вот мы с вами говорили-говорили, многие, естественно, слушают, но не верят. Почему не верят? Потому что мешают старые знания. То есть старые знания, они могут либо убить человека, я в прямом смысле слова, это не фигурально. 99% знаний о том, что вот какое-то заболевание смертельно и неизлечимо, 99% людей умирает от знания того, что вот у них это неизлечимо. Ну, в частности, как пример, я приведу про онкологию. Можно много примеров приводить, но не буду занимать ваше время. Один пример. Собрали онкологически больных альпинистов и предложили со всего мира покорить их Манблан, гору Манблан. Естественно, с ними поработали, и когда они просто поверили в себя, да, они покорили эту гору, 9 человек, и вот из 9-х семеро полностью избавились от онкологии. Это к вопросу о неизлечимых заболеваниях. Ну, и много других примеров, в том числе есть и в моей книге, вы можете почитать. Еще один пример, то, как влияет на человека вот эти вот составляющие информации и, соответственно, ваши мысли. В свое время, это был 1954 год, ученые доказали математически, что человек не может пробежать милю быстрее, чем за 4 минуты. Но нашелся человек по фамилии Баннистер, который поставил цель, чтобы пробежать эту милю быстрее. То есть ему было, извините, наплевать на мнение ученых, и то, что никто до него не бегал, он поставил цель. Это к вопросу о том, что достигать можно цели даже те, которые пока, может быть, еще никто не достигал. И он пробежал эту милю быстрее. Но самый главный фокус заключается в том, что как только он пробежал, люди узнали, что, оказывается, можно бегать. Все, на следующий год уже там более сотни, ну и так далее. То есть это стало нормой пробегать вот эту милю быстрее. Я думаю, что многие из вас даже на своем уже веку видели, как растет, появляется там двойной тулуп, тройной тулуп, там сальто. Это буквально на глаза. Кто-то один сделал, все, люди поняли, что можно делать, следующие делают. И вот так идет процесс. Ну и вот, чтобы нам проверить, как влияет ваше мышление, мы вот сейчас этим займемся на вас. То есть как ваши знания мешают вам вообще воспринимать вопросы и так далее. Опять-таки сейчас, значит, как работает ваш мозг, я объясню. У нас есть, значит, репетильный так называемый мозг, который защищает человека от всего нового. И вот это является проблемой. То есть это, чтобы выйти из непривычной так называемой зоны комфорта, пойти куда-то, какой-то тренинг, что-то начинать делать. Нет, я лучше потом. И вот он будет вам навевать ваши мысли. Вы, вот я просто сейчас вам докажу, как это действует. Многие из вас наверняка уже годы, десятилетия собираются делать какую-то зарядку все-таки. Но ваш мозг не дает, потому что это новое, это непривычное. И у вас обязательно найдется причина, что лучше я посплю, нужно срочно что-то сделать и так далее. Кто-то там язык уже годами, десятилетиями пытается изучить. Кто-то еще там бегать или есть на ночь перестает. Кто-то бросит пить, курить и так далее. Казалось бы, ну, бросить пить, курить, ну, брось и не пей, не кури. Ну, вот кто-то, да, начинает заставлять. Вопрос, кто? Ваш мозг. Мозг управляет нами, понимаете? Поэтому наша задача, вот, починить его. И вот этим мы как раз таки будем заниматься. В частности, я вот про лень сказал, лень-матушка. У нас будет упражнение, избавление от лени. И вот опять-таки есть аудиоотзыв. Я потом, может быть, на занятиях его включу. Значит, женщина рассказывает, что она, ну, таких случаев не раз бывала. Значит, пришла, вдруг 20 лет не перебирала там какие-то шкафы и так далее, и так далее. Просто вот потянула. Но самый интересный отзыв – это мужчина. Тут же он говорит, а вы знаете, а я терпеть не мог пылесосить. А теперь у меня это хобби. Я не могу. Я просто говорю, мне так нравится пылесосить. То есть вот как пример, да, вот. Как меняется, когда мы меняем вот здесь вот. Ну, целенаправленное. Как меняется вообще все в жизни? А вы знаете, что все проблемы в жизни – это следствие вашего мышления. То, что ощущаете, то и получаете. Меня зовут Анатолий Донской. Я доктор технических наук. Занимаюсь исследованиями в области энергоинформатики. Ну, а точнее, занимаюсь изучением влияния мыслей, эмоций, как реальных физических полей на жизнь человека. То есть на его здоровье, на отношения, на финансовый достаток, на появление проблем, на достижение целей. Одним словом, затрагиваются все сферы жизни человека. И я приглашаю вас на бесплатный вебинар, на котором я подробно расскажу, что именно влияет на вашу жизнь. На вебинаре мы разберем вопросы, которые интересуют очень многих. В частности, такие вопросы. Почему происходит все наоборот? Почему не складывается жизнь? Почему не сбываются мечты? Почему нет денег? Плохое здоровье? Не складываются отношения? Почему с точки зрения законов физики абсолютное большинство людей просто не могут достигнуть своих целей в любой сфере жизни? Мы с вами выполним практическое упражнение, которое приблизит вас к достижению ваших целей, к исполнению желаний. Ну и кроме того, вы лично во время вебинара убедитесь, как ваши мысли влияют на ваше тело. Также на вебинаре вы сможете скачать книгу «Диагностика жизни». Это книга-справочник, в котором описаны истинные причины более 300 заболеваний и причины появления проблем в жизни человека, а также способы избавления от негатива. Итак, нажимайте на кнопку, регистрируйтесь на сайте и до встречи на вебинаре.